Привет! Недавно начал делать в комнате ремонт и столкнулся с тем, что бытовой пылесос с циклонным фильтром довольно быстро забивается мелкой пылью от гипсовой шпаклёвки. Настолько быстро, что двух комплектов фильтров хватает на пару минут. Собрав около 100 грамм мелкой пыли, фильтр забивается, пылесос начинает сосать мимо него и в какой-то момент сам становится распылителем собранной пыли. В итоге смерть пылесоса может наступить очень быстро. Поэтому я решил собрать фильтр из бочки для воды. Для меня было важно получить два режима работы. Первый в качестве ёмкости с мешком для промышленного пылесоса, чтобы собирать мелкую пыль с помощью бытового пылесоса. И второй в качестве циклонного фильтра без мешка, чтобы собирать крупный мусор, опилки и тому подобное. Второй вариант скорее подходит как дополнение к строительному пылесосу, которого у меня ещё нет, но если можно сделать две функции без особых изменений в конструкции, то почему бы и нет. Бочку купил в Леруа за 500 рублей. Были ещё по 400 рублей кубической формы, но они не подойдут для функции циклона. Все входы-выходы будут устанавливаться в крышку. Она довольно толстая, имеет большую ровную поверхность, не считая ребра жёсткости. Жаль, что они продаются отдельно, экспериментировать было бы дешевле. Закрепить трубы в крышке можно с помощью герметика или клея, но я решил использовать резиновые переходники для труб водоотведения. Также их называют редукциями. В том же Леруа стоят они по 10-15 рублей за штуку, поэтому не особо заморачиваясь, я купил все варианты с цифрами 40 и 50 миллиметров, а переходников 40 на 50 взял три штуки. Ещё купил пару прямых труб и уголков на 40 и 50 миллиметров. Диаметры, которые вы будете использовать, очень сильно зависят от имеющихся патрубков шлангов, поэтому лучше иметь запас труб и резиновых переходников. Шланг моего бытового пылесоса выглядит вот так. Каким-то чудесным образом я нашёл ещё один такой же шланг на даче у знакомого и благополучно его отжал. В магазинах они почему-то не особо продаются, так что это тот ещё квест. Часть, вставляемая в пылесос, имеет диаметр около 40 миллиметров и очень плотно вставляется в трубу 40 миллиметров, в её широкую часть с резиновым уплотнителем. Только у этого шланга есть защёлка, которая мешает вставить его достаточно глубоко, но убрать её не составляет труда. Можно её выломать, а остатки исчистить напильником. Я же сделал на своём шлифовальном станке из болгарки. Получилось быстро, но этот пластик очень нагревается и смазывается. Потом всё равно пришлось дорабатывать напильником, куда без него. Другой конец шланга с узкой частью в 40 миллиметровой трубе болтается, а в трубу 32 миллиметра не влезает. Но с помощью переходника 40 на 32 вставляется очень плотно в 40 миллиметровую трубу. Проблем с этой частью сборки нет никаких, можно считать конструктор. Ещё необходимо установить обратный клапан. Нужен он для того, чтобы бочка не схлопнулась в момент, когда пылесос всасывает, а конечное отверстие перекрыто. Самой сложной частью оказалось крепление мешка. Ни один из резиновых переходников не вставал в отверстие плотно. Бочка большая и удержать мешок на одной только мембране не получится. Однако методом бесконечных примерок я выяснил, что в отверстие очень надёжно можно вставить трубу на 50 миллиметров. Такая труба, кажется, называется муфтой. Она вставляется вовнутрь, благодаря чему мешок удерживается на трубе. При этом мембрана также работает. Расположить трубы на крышке можно как угодно, но чтобы реализовать функцию циклона, труба, всасывающая пыль в бочку, должна быть расположена около стенки. Таким образом можно будет направлять поток пыли вдоль стенки по диагонали вниз. Поэтому трубу для подключения шланга пылесоса я решил расположить посередине и взял для этого уголок 90 градусов трубы 40 миллиметров. А сбоку будет вставляться прямая труба. Отступа вполне достаточно, чтобы на неё одеть мешок, а при необходимости вместо мешка одним движением устанавливается уголок той же трубы на 40 с углом в 67 или 45 градусов. Поворачиваем вдоль стенки и одеваем крышку. Всё просто и быстро. Данный мешок с трубой на 50 миллиметров на трубу 40 миллиметров крепим через переходник 40 на 50. Ещё у меня есть переходник с 73 на 50, чтобы там сразу была 50 труба, но получается очень громоздко. К тому же вход и выход на 40 универсальнее. Замеряю посадочные диаметры переходников и сверлю коронкой первое отверстие по центру ближайшим размером. Размер коронки на 4 миллиметра меньше диаметра переходника, поэтому вставить его получилось с некоторым усилием, а труба не собиралась туда пролезать вообще. Оставил на потом и просверлил следующее отверстие размером побольше, так как там был другой переходник. Мне он показался лучше, у него три кольца внутри и труба уж точно сядет плотно. И ещё меня смущало ребро жёсткости, ведь из-за него резина может сесть не идеально плотно и будет подсос воздуха, но оно не помешало. Снял фаску с помощью скальпеля. Вообще можно, конечно, и закрепить трубы просто на клей или герметик, но не уверен, что на крышке они приклеятся достаточно надёжно. Резиновые переходники отлично справились с задачей. Центральное отверстие расширил на пару миллиметров тем же скальпелем. Теперь можно собрать всё вместе. Переходник сбоку мне понравился больше, чем центральный. Боковая труба слишком длинная, её можно укоротить максимально. Осталось установить обратный клапан и можно в бой. Использовал клапан размером 1,2. С обратной стороны затянул от руки гайкой 1,2. Сразу скажу, что клапан должен был сработать пару раз за время съёмок, но ни разу не сработал. Поэтому нужно взять клапан большего размера с мягкой пружиной. Усилия на них не пишут, так что только подбирать. Клапаны заменю позже, о результате напишу в описании. Всё, пора собирать и испытывать. Мешки я купил давно, когда пробовал собрать нечто похожее из обычных ведер. Обычные ведра мнёт сразу при включении пылесоса. Нужно что-то придумывать внутри для усиления. Учтите это, если захотите сэкономить на бочке. Забыл, что мешка большей картонной уши, их надо бы отрезать. Для проверки специально подготовил два комплекта чистых фильтров. К сожалению, обратный клапан не срабатывает, поэтому на ручке шланга лучше приоткрыть заслонку, чтобы снизить нагрузку на бочку и пока быть аккуратнее. Клапан большего размера на 3 четверти или даже 1 дюйм должен решить эту проблему. Стену я мажу фугеном, поэтому испытания буду проводить на нём же. Нельзя сказать, что фильтр идеально чистый, но такой объём шпаклёвки без бочки с мешком определённо забил бы фильтр пылесоса напрочь, и слой на нём был бы очень заметным. Я бы сказал, что эффективность около 90-95%. Следующий тест. Убираю из бочки мешок. Правда, у меня не оказалось нужного уголка, чтобы направить поток на стенку и сделать эффект циклона. Не совсем то, что хотелось, но для теста пойдёт. Содрал с пора пару высохших ляпок шпаклёвки и накрошил их, чтобы имитировать обычный мусор под ногами при выравнивании стен. Тут всё ожидаемо. Тяжёлые куски мусора, естественно, остались на дне бочки и без направляющей трубы. Но вот фильтр пылесоса стал довольно грязным, и использование бочки без мешка для бытового пылесоса я бы не рекомендовал. Фильтр забьётся не за минуту, а за две. Только если что-то не очень пыльное им собирать. В общем, почти всё. Вроде работает, но мне не очень понравилось, что при использовании мешка фильтр пылесоса тоже очень пыльный, да и внутри бочки много пыли. Поэтому я всё отмыл, высушил и взял новый мешок. Хочу попробовать ещё раз, чтобы увидеть, откуда в бочке появляется пыль, ведь там есть мешок. Итак, фильтр грязноват, в чаше тоже есть мелкая пыль. Судя по следам, пылит как раз через манжету. И вот тут странно, ведь все мешки с такими манжетами. И в промышленных пылесосах они просто одеваются на трубу и как-то дополнительно не герметизируются. Почему у всех эта манжета держит, а у меня бочка внутри в пыли. Начал смотреть картинки с пылесосами и мешками, и тут я увидел эту картинку как раз с фильтром, как у меня. Картон устанавливается в корпус пылесоса, а затем в отверстие мешка вставляется труба. В моём же случае мешок висит на трубе, и манжета расправлена в другую сторону. Я не поленился и снял для вас, как это происходит. В таком положении манжета продувается даже силой моих лёгких, а уж пылесос на 2 кВт создаёт поток воздуха ещё сильнее. И чем больше стенки мешка будут забиты пылью, тем больше будет выходить через неё в бочку. А вот в обратном положении, как получается при установке в промышленный пылесос, манжета не продувается. Что делать с этой информацией? Точка крепления к мешку самая важная во всей этой конструкции, поэтому нужно делать такой крепёж, при котором мембрана будет в правильном положении. Например, на трубе можно закрепить кусок картона такого же размера, как и на мешке. Затем одеваем мешок на трубу, а две картонки крепим друг к другу прищепками или зажимами для бумаги. Ну и самый верный способ – просто вклеить трубу в отверстие мешка. Такая муфта стоит рублей 40, многоразовый мешок с молнией – ещё 250. Один раз вклеиваем и получаем герметичный многоразовый мешок. А муфту можно потом и оторвать для повторного использования с новым мешком. Тестирую мешок со вклеенной муфтой. Фильтр почти чистый. Я бы сказал, 99% пыли точно осталось в мешке. Проверяю бочку изнутри. Тоже не идеально, но вполне чисто. Ну и напоследок, общее впечатление и советы тем, кто собирается собирать нечто похожее. Форм-фактор неудобный. После ремонта я заберу бочку в гараж, и там сделаю мини-тележку для пылесоса и бочки. Но вот так отдельная бочка не очень удобна. С другой стороны, можно работать бытовым пылесосом и не угробить его. Бочка на 25 литров для работы с мешком большевата. 15-20 вполне хватило бы. А вот для работы без мешка, думаю, самое то. Жесткости немного не хватает, но и не схлопывается моментально. Клапан нужно больше и с мягкой пружиной. Мешок куплю многоразовый и вклею туда муфту 50 мм. В идеале, конечно, найти мешок под 40 трубу, чтобы было минимум переходников. Но диаметры на сайтах не указываются и придется подбирать. Если вы знаете мешки, хорошо подходящие под 40 трубу, обязательно напишите в комментариях. Я же, если встречу такой, напишу об этом в описании. Ну и вообще, все новое, что выяснится в работе этого приспособления, я как всегда дополню в описании. Удачных вам самоделок и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok